Слава Господу, братья и сестры! Пока хор пел, я вспомнил историю, делался один брат, рассказывал об одном человеке, который принял веру в Господа Иисуса Христа и стал рассказывать о могуществе Божьем, и не верили ему, не соглашались с ним, и он сказал, при любых обстоятельствах, что бы ни произошло, призывайте имя Иисуса Христа. И вот человек, он всю жизнь воевал, участвовал в каких-то боевых действиях, и вот его подстрелили. И он говорит, опускаюсь, как в тьму осязаемую, не знаю, что со мной происходит, я не знаю, жив ли я или я уже умер, но в этой тьме осязаемой, говорит, я вспомнил того нашего друга, приятеля, который, как нам казалось, предал нас. Он нам говорил о Иисусе, говорит, и там, говорит, я произнес это имя Иисус. Говорит, и как что-то вытащило меня оттуда, вернуло меня к жизни, слава нашему Господу. И впоследствии этот человек стал служить Господу. Слава Иисусу, братья и сестры! Хочу вместе с вами обратиться к Слову Божьему. Соборное послание апостола Иуды. Буду читать с третьего стиха. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел занужно написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначены к всему отсуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверующих погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гомора и окрестные города, подобно им блудодевствующие и ходившие за иной плотью, подвержившись казни огня вечного, поставленным в пример. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и засловят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укорительного суда, но сказал «Да запретит тебе Господь!» А сие засловят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы и бывают с обозном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха, утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенищиеся с ромотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Все идет Господь со тьмами святых, ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые, беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для користи. Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, наседая себя на святейшей вере в вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего, Иисуса Христа, для вечной жизни. Слава Господу, братья и сестры! Довольно многое прочитал, и мы сегодня будем чаще обращаться к Слову Божьему. Хочу обратить ваше внимание на то, о чем писал Иуда. Не так много он написал. Его послание содержит одну главу, 25 стихов. Но он обращает внимание на то, о чем Бог говорил заранее, и что сложно вместить иногда людям. Я не хочу говорить о людях, которые заслуживают высшей власти. Знаете, у нас всегда есть такое искушение куда-то залезть в руководство и там навести порядок. Нам всегда кажется, что что-то там не так. Вот оттуда все проблемы, оттуда все беды. Нужно там нам дать им дельный совет, вразумить и так далее. Знаете, друзья мои, я вот так вот рассуждал и подумал, без страха мы все лезем туда повыше, чтобы там навести порядок. Но когда прорвет кондиционную трубу, никто туда не лезет. Говорят, там есть специалисты, пусть разбираются. Я сам себе подумал, интересно, а там их нету? По-моему, там тоже есть. Я буду отвечать за то место, где я нахожусь. Правда? Те будут отвечать за то место, кто пониже, за то место. То есть у каждого у нас есть своя ответственность. Но я больше всего хочу обратить ваше внимание на четвертый стих. И хочу больше обратить ваше внимание на следующее выражение. Обращающая благодать Бога нашего в повод к распутству. Немало вы слышали, и я слышал проповедей о благодати. Что бы потолкнуло меня сегодня говорить об этом? Я столкнулся с таким явлением, находясь в служении, больше, наверное, в молодежном служении. Когда говоришь молодым людям, там увещеваешь и говоришь, слушай, нельзя так делать. Ведь закон Божий по-другому говорит. Ведь Слово Божие нас к другому призывает. Чаще всего, знаете, что я слышу? Что ты лезешь мне со своим законом? Я под благодатью. Забегая наперед, скажу вам, большинство людей, если не все, говорящие так, что я не под законом, под благодатью, они не под законом и не под благодатью. Не понимая вот этого явления благодати Божией, что же это такое? И поэтому для того, чтобы от них отвязались, не цеплялись, они говорят, мы не под законом, мы под благодатью. Что ты хочешь от меня? То есть, другими словами, они мне сказали, живу, как хочу, не разумея благодати Божией. Я хочу обратить сегодня наше внимание, я говорю это вновь и вновь в себе, как я принял благодать? Для чего? Понимаю ли я действие благодати Божией? Как я применяю ее в жизни своей? Для чего она дана? Да, оно всегда стоит как противопоставление. Закон и благодать. Закон и благодать. Однажды слышал я такое высказывание о том, что у главы церкви, наверное, имели всю христианскую церковь, все христианство, стали люди нечестивые, язычники, которые отменили законы Божьи. И поэтому сегодня церковь идет таким путем. Сегодня отменили там субботу, заменили на воскресенье, отменили различные другие праздники и так далее. Позабыты многие постановления. Я так вот послушал, думаю, ну интересно, может быть что-то и есть в этом. Но я стал рассуждать, думаю, интересно, откуда же все это пошло? Я нахожу в Деянии своих апостолов такой текст Священного Писания, когда братья наши, служители на то время, стоящие во главе церкви, правильно будет сказать, что это были из еврейского народа, они увидели благодать Божию, которая начала действовать. Они пришли в это собрание, и они стали увещевать всех, держаться имени Господней, или держаться этой благодати Божией. И стал вопрос, а как быть законом? Как быть законом? Идут, проповедуют благовестия Иисуса Христа, за ними идут из евреев, из обрезанных, и говорят, надо соблюдать вот это, вот это, вот это. И там много, что перечисляется, что надо соблюдать. И думаю, что мы с вами и половины не знаем того, что нужно соблюдать. Однажды мне довелось быть в Израиле, и я удивился одному интересному явлению. Когда я зашел в уборную, я увидел, кувшинчики стоят, и у них две ручки. Я таких кувшинчиков не видел. Я потом узнал, зачем там две ручки. Оказывается, что если ты за одну и ту же ручку возьмешь еще правой рукой и левой, значит, это работа. Ты работал. А в туалете, когда люди выходят, они моют руки. Поэтому он правой рукой берется, или левой рукой за правую ручку, а правой рукой берется за левую. То есть он, чтобы не оказать работу, чтобы и в субботу можно было помыть руки. Я думаю, интересно, до чего мы дошли. Чтобы только Бог там с неба не посмотрел, что я не работаю. И я сам себе думаю, так что же сделали братья на то время? Как быть? Помните, собрались просветера, свитера, апостолы. Что делать? Петр выступал, Павел там говорил. И вот братья принимают решение. Давайте мы не будем возлагать это бремя неудобоносимое. Ни мы, ни отцы наши не понесли этого. Зачем это возлагать? И они принимают решение. Помните, да? Воздерживается, по-моему, блуда, удавленный крови и не желать того другим людям, чего себе не желаешь. По-моему, так, да? Все. Достаточно. Написали письмо для того, чтобы более звучало доходчиво или удостоверить еще больше в этой истине. Отправляют братьев, которые пошли туда. Они видели, как работает благодать Божья. Они прочитали это письмо, возрадовались, прославили их Господа. Поблагодарили Бога за Его благодать, которая не просто, знаете, убрала закон, сказала, выбрось, это тебе не надо. Нет, друзья мои. Которая позволила жить совсем по другим правилам. Человек, находящийся в законе, очень много лукавил. Мы и сейчас искушены в этом. Человек, находящийся в законе, делал все так, чтобы по закону никто к нему не прикопался. И Бог видел это. И поэтому сказал, у меня есть желание, мой закон, мои заповеди надо писать у него в сердце. Чтобы уже работало не просто вот на тебе, Господи, и отстань. Вот мои девять частей, одна десятая твоя. Вот мои шесть дней, я работаю, и не трогай меня. А в седьмой день я уже приду в храм. Господь пожелал, чтобы помышление мое, ваше, оно в каждом дне было о нем. А как это сделать? Когда работы много, когда мы в суете, как это сделать? И Бог посылает благодать Свою, братья и сестры. Это, знаете, подобно, как прыжки в высоту. Наверное, все, кто учился в школе, сдавали прыжки в высоту. Все мы там разбегались, кто как прыгал через этот шест или эту мерку высоты, кто стоя на ногах, кто через спину. Я помню в школе, в каком классе, уже не помню, но был такой момент, мы все сдавали прыжки в высоту. Приблизительно, это два, чуть больше двух метров, до трех прыжки в высоту. Так вот, благодать, может быть, это жалкое сравнение, благодать, это подобно, как прыжки в высоту шестом. Высота гораздо больше, братья и сестры. Шесть метров там уже высота. И для того, чтобы взять эту высоту, нам нужен шест. По-другому, физический человек не способен прыгнуть в такую высоту. Правда? Так вот, дается шест. Вот что-то подобное в нашей жизни, благодать Божия. Я никогда не возьму эту высоту. Говорит, я даю тебе благодать свою. И евреям написано, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить помощь, милость, благодать, для благовременной помощи. Так вот, благодать, проще говоря, это как некая помощь, которую мы не заслуживаем, которая по праву нам не принадлежит. Но Бог говорит, я окажу ему помощь. Я дам ему возможность, чтобы он прошел эту дистанцию. Мы уже слышали первую проповедь, независимо от обстоятельств, в которые мы входим, у Господа есть благодать. Где, уповая на нее совершенно, мы можем пройти эту дистанцию. Где мы можем всецело, доверившись Господу, увидеть промысел Божий. Не просто, знаете, барахтаться и так далее. Нет, а совершенно уповая на эту благодать, на эту помощь, пройти дальше. Я слышал об одном служителе, который всегда в собрании, в кармане носил елей для помазания. Всегда. И он наблюдал за ходом служения. То ли сами были, то ли гости приезжали. Он видел, когда сходил Дух Святой на народ Божий. И он видел, как действует благодать Божия. И для меня, для этого человека, всегда был верный шаг, знак, что нужно делать. Говорит, я знал больных в народе. Я знал людей, которые страдают, у которых есть тяжелые обстоятельства. И когда я видел, что благодать Божия действует в собрании, я знал, что нужно брать елей и идти в зал. И он, зная своих членов церкви, помазал, молился с Илеем по Мазаням. И Бог приходил и отвечал, слава нашему Господу, братья и сестры. Хорошо, когда мы понимаем действие благодати Божией и для чего оно пришло в нашу жизнь. Я хочу снова повторить. Мы под законом или под благодатью? Понимаем ли мы это? Или мы, как Иуда написал, благодать употребляем как повод к распутству? Мне и это можно, я и это могу, я и это хочу. Ничего, благодать Божья есть. Придут в собрание, братья и сестры за меня помолятся, руки на меня возложат, а я пойду дальше. Знаете, однажды я беседовал со своим дедом. Прицепился я к нему с неудобным вопросом. Я всю историю рассказывать не буду, молодые люди знают. Я часто делюсь в молодежных собраниях. Я у него допытывался, когда он женился. Дедушка уже мой в вечности, и он говорит, не помню. Я говорю, деда, как не помнишь? Так не бывает. Я говорю, то я могу подсказать, если мой папа с 58-го, значит, у вас в 59-м году была свадьба. Говорит, ну да. Я говорю, а какая дата? И он не мог вспомнить, когда у него была свадьба. Тогда включился разговор бабушки и говорит, в Шавелях в августе месяце, говорит, был праздник Петра и Павла. Так вот через две недели. Я говорю, вот это интересно. Оказывается, они там познакомились. Через две недели они поженились. Им достаточно было, кажется, две недели, чтобы пожениться. Я когда с дедом разговаривал на эту тему, он мне рассказал о том, как он просил у пастора разрешения отвезти свою Александру из Чудина, в Осмоловой, Танисевский район, на велосипеде домой. А я говорю, деда, ну, ты пошел у пастора просить разрешения, можно ли Александру отвезти домой на велосипеде. Я говорю, вообще 90 километров на велосипеде, это жестко. А он понимал, что я всегда так с юмором к нему. И он говорит, а ты вот все... Я говорю, слушай, деда, ну, почему ты пошел к пастору? Он говорит, ты знаешь, разница между вашим и нашим поколением. Он когда это мне сказал, братья и сестры, я и сейчас произношу, и дрожь по телу идет. А это разница между вашим и нашим поколением. Мы жили так, чтобы не запачкаться. Вы живете так, чтобы вовремя помыться. Я говорю, деда, ты дал мне. И вправду... Слушайте, мы когда открываем электрощиток, да, открыли, и там куча проводов. Не так много электриков. И не все разбираются, но есть умельцы, говорят, сейчас. Я заметил, сегодня у нас так много учений, как нужно вести себя до брака, как положено, как не положено. А тогда было просто. Увидим один на один, возьмем на замечание. И неважно, в людном месте, не в людном месте, возьмем на замечание. И знаете, никто не выходил никуда. Один на один никто никуда не шел. Вся наука была, о добрачных отношениях. Увидим, возьмем на замечание. Моей бабушке сестра, говорит, тоже в собрание, ехали, Николай, наверное, звали этого молодого человека. На велосипеде, говорит, едет. Дома, когда он был наверху, говорит, из горы так спускается. А он, говорит, на меня, Зоня, садись, подвезу. Она ему на багажник прыг. А к вечернему собранию иду, говорит, братья меня уже вызвали. Сестра Зоня, что это было? Она говорит, «Ну, знаете, тяжко ногами, на велосипеде быстрей». И не объяснили, что увидели в этом действии братьев. Он сказал, братья, простите, больше никогда это не повторится. Я говорю о том, что когда в нашу жизнь приходит благодать, братья и сестры, она что-то делает. Первое, что делает в нашей жизни благодать, братья и сестры, конечно, благодатью вы спасены. Сие не от вас, Божий дар, слава Господу, братья и сестры, за это. Это не от нас. Если вы думаете, что кто-то из вас сам пришел ко спасению, к осознанию своей греховной жизни, нет. Написано, апостол Петр проповедует, дух святой сошел, благодать Божья наполнила то собрание людей. И пока он проповедовал, дух святой начал говорить каждому сердцу. И он говорит, кто хочет сегодня получить спасение? Кто хочет признать Иисуса Господом своим, крестившись, принять Духа Святого? Три тысячи, пять тысяч. Почему? Благодать Божья действует, она работает. Бывает, говоришь, говоришь, а результата ноль. Сегодня было сказано о том, что и родители переживают, как хорошо, когда родители благодать Божью впереди своих слов пускают, когда не позволяют вот этой помощи Господней говорить в сердца детей. На днях я слышал это свидетельство, но так запало мне в сердце, когда один сын жил распутно, неправильно, и все говорили, плохо живет. А мать говорила, а я вижу его спасенным и молится. Он живет неправильно, распутно. А она говорит, а я вижу его спасенным. И продолжает молиться, братья и сестры. Вот это как раз тот момент, когда мы позволяем благодать Божией идти вперед наших желаний, наших действий, наших слов. Когда мы позволяем этому. И братья Первоположской церкви понимали, что значит, когда есть действие благодати Божьей. Господь говорит к Петру, иди там, в дом корнили. Ну, для того, чтобы он послушался, сначала видение ему показал, правда, раз, другой, третий раз. Петру всегда ему надо было три раза говорить, правда. Пошел. Говорит, и когда я увидел вот это действие благодати Божьей, когда я увидел, что они начали говорить на их языках, Дух Святой сошел к нам, я увидел, нет разделения. Нет разделения. И вот это, что сделал Господь благодатью Божьей, написано в Слове Божьем, апостол Павел очень много пишет о благодати, говорит, дабы из двух сделать одно. Дабы из двух сделать одно, была послана благодать Божья, тие не от вас, не от дел, дабы никто не хвалился. И вот пришла благодать Божья из двух. Из кого из двух, братья и сестры? Из народа Божьего, из язычников, сделать один себе народ. Язычник бы никогда бы не жил бы в правилах, в которых жил израильский народ, потому что они не всем способны были так жить. И Бог посылает благодать свою, говорит, я хочу сделать одно, я хочу, чтобы в сердце был написан закон мой, я хочу, чтобы они жили этим, помышляли об этом, и в каждом дне я мог говорить к ним, в каждом дне являлась слава Божья или могущество Божье. И для этого нам нужна благодать. Я хочу, дальше говоря, благодать и прочитать из послания к читу со второй главы. Одиннадцатый стих, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый стихи. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очисти себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой смелостью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Смотрите, о чем говорит апостол Павел Пешахтиту о благодати. Да, спасительная для всех человека. Но есть продолжение всему этому. Написано научающая нас. В некоторых переводах стоит воспитывающая нас. она воспитывает нас. Когда я принял благодать Божью, если раньше я что-то делал, позволял себе и думал, это нормально, то когда я принял верою Христа, в моей жизни была явлена благодать, я вдруг понимаю, это не нормально. Она воспитывает меня, она говорит, ты должен хранить себя правильно, благочестиво, целомудренно. Смотрите, что делает благодать больше. или дальше куда она нас ведет. Она вдруг начинает говорить, послушай, дорогой, если ты раньше это делал и думал тебе сегодня не так, да, благодать спасительно явлена, а хочешь ли ты есть другое место писать обрести благодать. Написано, Ной обрел благодать у Господа и Бог пожелал сохранить его. Другие не обрели. А почему он обрел благодать у Господа? Себя отожил, хранил себя. Слово, которое он слышал или закон Божий, или закон духа жизни Писания так говорит, он не был чужд для него, и он хранил себя, и Бог обратил на это внимание. Он целомудренно живет. Вы помните, как Господь через ангел обратился к Марии? Помните, да? Радуйся благодатная, ибо ты обрела благодать у Бога. В Иоанна написано, ибо мы от него получили, да, благодать или приняли на благодать. Смотрите, как дальше работает в нашей жизни благодать. Да, мы получили спасение, это не от нас, не от дел, не от того, что мы можем, могли, достигли, добились, нет. Он явил благодать ко спасению, к вам и ко мне. И дальше говорит, хочешь еще иметь благодать в своей жизни? Она приходит только на благодать. И если я храню себя, если вот эта благодать, о которой мы сегодня читаем, помогают мне, отвергают нечестие, мирские похоти, целомудренно, правильно, благочестиво, чтобы жили в нынешнем веке. Мирских похотей очень много, желаний очень много, братья и сестры. часто желают на день рождения, на свадьбу, желаем того, чего ты сам себе желаешь. Если бы, наверное, знали, чего желают, не желали бы. А так, ну, желаем, наверное, потому что замечаем, что то, что мы желаем, не всегда сбывается. Поэтому пожелали, и пусть себе идет. Господь по-другому говорит, желаешь чего-то, хочешь с чего-то, соответственно, живи так. Благодать на благодать. Хочу прочитать еще один чекст Священного Писания. Это будет второе послание к Коринфианам. Это будет шестая глава, братья и сестры. Там тоже очень много говорит апостол Павел о благодати. Давайте, пожалуй, прочитаем всю главу. Мы же как спаспешники умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно было принято вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот как является благодать Божья. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в денег, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове Истины, в силе Божьей, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, ваших тесно, в равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами-черами, говорит Господь Вседержитель. Слава Господу, братья и сестры. Смотрите, с самого начала начинается, чтобы благодать не было тщетно принято вами, мною, каждым из вас. И если она не тщетна, то все дальше, что мы с вами прочитали, обстоятельства, в которые мы попадаем, благодатью Божью, мы сможем это пройти. Это помощь для каждого из нас. Благовременная помощь. Помним Еврея, 4 глава, по-моему, 16 стих. Благодать для благовременной помощи. Мы сталкиваемся с трудностями. Мы попадаем в тяжелые обстоятельства. Мы устаем, как христиане. Тяжело бывает, очень тяжело бывает, физически на износ. Но есть благодать Божья, братья и сестры. Я говорю о том, что сам пережил, с чем сам соприкоснулся. Бывало физически, очень сильно утомляешься. В собрание приходишь. Дух Святой исходит. Благодать Божья начинает деться. Забываешь обо всем. Об усталости она уходит. О переживаниях. Ты думал о том, как бы что там успеть, там сделать, у меня там не доделано. Все это уходит. Я помню, был ребенком еще. Николай Новик такой был у нас в Беларуси. Теперь он живет в Америке. Он рассказывал случай о том, когда они молились о крещении Духом Святым. И вышел один дедушка, старец, говорит, никто за него уже молиться не хотел. Говорит, и мы стали молиться за него. И как сошел Дух Святой на него, как стал он молиться на нахи языках, исполненный благодати Божией, то первое, что он закричал, слава Господу, я забыл, что такое работа. Всю жизнь работала. Говорит, я потом спросил у него, говорит, ты знаешь, летом выйду в поле работать, уже стемнеет, и я думаю, идти домой переночевать или тут лечь в стогу. Говорит, часа четыре же, и опять будет светло. И можно, говорит, Говорит, но когда сошла благодать Божья, я забыл, что она есть. Смотрите, вот это есть то, что реабилитирует наши физические силы. Когда мы приходим в благодать Божью, когда она не тщетно принята нами, и смотрите, что дальше она делает? Разделяет. Благодать Божья неизбежна. Когда она не тщетно принята нами, она разделяет. Она говорит, выйдите из среды, отделитесь. Так не должно быть, что общего у света с тьмою. Вы храм Духа Святого. Братья и сестры, это в нашей жизни делает благодать Божья, когда она не тщетно, не напрасно принята нами. Осмелюсь, думаю, сказать следующим образом. Если вы получили спасение, и использовали благодать Божью только так, и дальше не развиваетесь, думаю, что она принята вами тщетно. Она не идет дальше. Писание говорит, если вы только в этой жизни надеетесь на Иисуса Христа, то вы несчастнее всех человеков. Ты получил спасение, и все. А что дальше? Помню пастор наш Михаил Гринько, который в Вечности всегда так говорил, когда приезжали свидетельствовать, рассказывают, какими были, что творили, а потом покающие, аминь, и сел. Говорит, подожди, друг мой, и все, и жизнь закончилась. Нечего больше рассказать. Говорит, и есть жизнь дальше. Она прекрасней той, которая была до этого. И если ты не увидел промысел Божий вот в этой жизни до покаяния, что ты сможешь увидеть дальше? Когда мною благодать нечетно принята, человек живет по-другому. Опять же, помню, брат Михаил говорил, говорит, я наблюдал за собранием, когда человек только придет в церковь покаяться. Говорит, я смотрел. И для себя вывел такой способ распознать. Живет человек дальше. Возрастает духовно, говорит, или нет? Говорит, смотрю, если в собрании новообращенный, когда идет молитва, молится со всеми, значит, будет жить. Говорит, если лыпает глазами, смотрит по залу, говорит, ой, не знаю. Ой, не знаю. Говорит, но если молится, если у него есть связь с Господом, если он видит, как, помните, Иаков видел эту лестницу, значит, все в порядке. Он на верном пути. То, что так происходит и в нашей жизни, братья и сестры, благодать не повод к распутству. Нет. Она дисциплинирует меня, она научает меня, она обрезывает, она говорит, слушай, тебе это не надо. Ты принял благодать Божью, соответственно, этому направляйся и двигайся. Благодать Божья, она имеет обширное действие, братья и сестры. Помните, когда-то апостол Павел, я уже не буду открывать Слово Божие, напомню вам, вы и так же это хорошо знаете. Помните, он когда-то говорил, что я очень много потрудился. Помните, да, вывели его на такой диалог. Говорит, и я, говорит, трудился. Говорит, впрочем, помните, да, впрочем, говорит, не я, но благодать Божья, которая была не тщетно принята им. Братья и сестры, благодать Божья. Однажды мне довелось слышать такое стихотворение, называется «Суверенная благодать». Может быть, кто-то из вас слышал. И автор говорит о том, что благодать Божья способна пойти туда, куда мы с вами не способны пойти. И нам тяжело. У нас есть понимание, у нас есть сложившийся опыт. И мы говорим, нет, 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 ни в коем случае. А благодать Божья идет дальше. Когда-то Христос привели к нему блудницу, помните, да? И эти люди не способны были пройти дальше, потому что ими не была принята благодать Божья. Но вот Христос, тот, который принес эту благодать, и Он являет к этой женщине. И поэтому Он говорит, кто из вас безреха? Первый, брось камень. Спуститься туда к ней было очень сложно людям. И если во мне нет благодати Божьей, я никогда туда не пойду. Никогда. Помню сидительство одного человека, тоже новообращенный такой, покаялся, ответил себе Господи, Бог тоже его спас, поднял со дна. Говорит, вот однажды еду, это было в России, говорит, домой возвращаюсь в богослужение, и стоят, говорит, девушки легкого поведения на дороге. Говорит, я никогда на них не обращал внимания, говорит, я ехал домой. И тут, говорит, мои глаза встречаются с одной из них. И Бог проговорил ко мне, засвидетельствуй обо мне. Я сказал, нет, Господь, я и домой, у меня дома жена. Говорит, приезжай домой. А покоя нет. Говорит, нехотя завожу разговор с женою. Говорит, слушай, дорогая, как ты смотришь на то, если я сейчас поеду туда, вернусь на трассу, и там засвидетельствую той девушке о Господе. Говорит, я понимал, как мужчина, что она скажет, слушай, дорогой, сейчас я тебе поеду. А она посмотрела на меня. Господь тебя влечет. Да благословит тебя, Господь. Она говорит, как это мне сказала. Говорит, я не знал, куда деться. Я вынужден. Говорит, я так испытывал Господа. Я вынужден был. Говорит, я оделся и еду, свидетельствую, и Бог дает ей спасение. Слава Господу, братья и сестры. Это благодать Божья. Она способна спуститься туда, куда мы с вами никогда не спустимся. У нас есть даже простая членская брезгливость. А благодать Божья способна идти дальше, когда она не тщетно принята мною. Братья и сестры, это не просто повод к распутству. Есть люди издревле, приготовленные к вечному осуждению. Вот они благодать Божью употребляют как повод к распутству. А те, которые хотят входить в страхи Божьем, она их обрезывает. Она их дисциплинирует. Она их воспитывает. И этот человек, вопреки всем остальным, которые говорят, я так могу, он говорит, а я не могу. А моя благодать мне позволяет. Говорит, а моя благодать мне не позволяет. Мы не так познали Иисуса Христа. Он не так открылся мне, поэтому я не позволяю себе подобных действий. И поэтому мы иногда по-человечески не способны пойти туда, куда способна идти благодать Божья. Помню, однажды был в одном собрании. Хорошее такое, большое собрание было. Я стоял вместе с братьями, мы молились, Дух Святой сошел. Я помню, рядом со мной стоял один брат. И Господь обратился к нему и сказал, «Сын мой, я снова пойду туда, а ты пойдешь?» Я знал жизнь этого брата, свидетельство его жизни, знал, где он находился, в каких обстоятельствах. Я смотрю, как он заплакал. Крепкий, здоровый мужчина, уже сегодня говорил, все об этом плечи содрогаются, платья, слезы текут. А Бог говорит, «Я снова пойду туда, а ты пойдешь?» Смотрю, кивает головой. Согласен. Есть то, что делает особенное в жизни каждого человека благодать Божья. И она не всегда может быть доступной для людей, не знающих Господа, непонятной. Но есть мы с вами, братья и сестры, которые должны понести эту благодать, чтобы впоследствии мы, как апостол Павел, могли сказать, «Впрочем, не я». «Впрочем, не я». Благодать Божья. Она позволила что-то сделать. Мы читаем с вами откровение, и написано, «Я видел ангела, летящего по небу, несущего вечное Евангелие». Братья и сестры, как вы себе это представляете? Я так понимаю, это мы с вами. Иоанн видел это в видении, как ангела. Он видел духовный мир. А здесь, на земле, когда он летит там, по небу, мы будем с вами нести это Евангелие и всем говорить о благодати Божьей и утверждать, держаться ее. Потому что другого выхода нет. Другого выхода нет, как благодать Божья, которая, предавшись, которая способна дисциплинировать меня, которая способна привести меня в порядок, даже внешне. Да, братья и сестры? Даже внешне. Сказать, «Слушай, тебе это не надо». Мама мне рассказывала, когда она только пришла в церковь, в 18 лет было ей, папа был в армии, она впервые пришла в христианскую семью, увидела жизнь другую. Папа их там дома всегда гонял с горячим чайником вокруг печки. Она вдруг увидела, что мужчины, кажется, могут разговаривать по-другому с женами. Она все это увидела, пришла в церковь и покаялась, пока там папа отдавал дань государству. И она, говорит, я стала рассказывать стихотворение о церкви. По молодости она была очень красивая женщина, волосы у нее были шикарные, она и сейчас красивая, но у нее была челка такая, знаете, большая. И она рассказывает стихотворение, эта челка падает. Она так, хоп, ее закинет. И так распять за стихотворение. Подошла к одной старец и говорит, слушай, Зинка, ну нехорошо как-то. И она говорит, да не вопрос, срезала. Я обращаюсь ко всем братьям, к счетам обращаюсь, если бы к нам сегодня так подошли. Если я в благодати Божьей, братья и сестры, это так просто делается. Но если я горд, а Бог гордым противится, правда, а смиренным дает благодать, то для меня нет ничего сложного. Мама говорит, я взяла и обрезала, и даже не вернулась никогда к этому вопросу, не пожалела никогда. Почему? Благодать Божья нещетно принята. цель есть впереди. Не себя показать, не то, что у меня есть. Я Господу проповедую, и я иду дальше. Братья и сестры, как вы думаете, а может быть благодати много? Или сказать, ой, слушайте, хватит уже. Наверное, мы никогда не привыкнем к тому, чтобы сказать, ой, хватит уже. Тем более, когда мы осознаем, откуда Господь поднял нас, что Он дал нам. Но я нахожу в Писании одно место, где Господь говорит, довольна благодатью моей. И опять апостол Павел, тот, который больше всех писал о благодати, говорил о благодати. И вот Господь однажды к нему сказал, Павел, для тебя моей благодати достаточно. Потому что сила моя, говорит, совершается в немощи. Я хочу, чтобы ты это понимал. И поэтому он пишет, при скорбях, немощах, ночных бдениях, говорит, день и ночь, со слезами, неустанно, говорит, я ничего не упускал, чтобы возвестить вам о благодати Божией. Говорит, я все это делал. И он видел действия благодати Божией, и он пишет об этом. Иуда подключается, говорит, братья, пусть это не будет поводом к распутству. Не позволяйте себе, не думайте легкомысленно. Мы сегодня в благодать. Я могу это себе позволить, я могу то позволить. Подумаешь, ничего страшного. Нет, братья и сестры. Бог прощает, это правда. Но иногда приходится жить с памятью о том, что мы делали, с мыслями о том, как мы совершали. Да, он дает нам освобождение, он дает нам прощение, но я нахожусь во плоти, и это будет мешать, не позволять мне пойти дальше, братья и сестры. Грех будет лежать подобно препятствиям, преграды в нашей жизни, и мы не будем способны принять благодать Божьей во всей полноте. Последний пример, я расскажу, это было не в моей жизни, но приходилось приносить преломление хлеба в один дом. Я приходил туда, это у нас вне свеже, и один человек не мог себе простить грех. Будучи молодыми, они до брака согрешили. Они пришли в церковь, покаялись, их отлучили, потом их приняли в церковь. Но сколько он жил, он не мог простить себе это. Сколько ему не говорили, брат, давай в собрание. Говорит, не могу. Я опозорил все это собрание. Я, говорит, пренеброг благодатию Божьей. И сколько вы увещевали, сколько вы просили. И он всегда, знаете, с такой осторожностью, опаской. Он не мог дальше служить Господу. Он приходил в собрание, старался занять где-то там последнее место, уйти пораньше. Он не смог воспринять дальше благодать Божью или позволить ей произвести совершенное прощение в его жизни. Оно мешало ему. Поэтому сегодня каждый из нас, вы, я, мы стоим перед выбором. Что я буду делать с той благодатью Божьей, которая мне дарована Иисусом Христом? Несчетно ли она принята сегодня мною? Или я сегодня подобно многим молодым людям? Я не под законом. Я под благодатью. Понимаем ли мы, что мы говорим? Закон, братья и сестры, требовал одну десятую. Одну десятую. Благодать же сегодня, говорит, что все Господне. Поэтому я стараюсь исправно приносить одну десятую, чтобы не привыкать к тому, что все это мое. Чтобы в однажды, когда Господь скажет, мне надо все твое, сказал Господи, ну, забирай. А если я одну десятую не могу дать по закону, как я по благодати скажу Господь, все мое твое. Никак. Никогда. И человек не способен так сделать. Он дает благодать. Он открывает глаза наши, насыщает наше желание благами. И в благодати Божией ему сказать, да, Господь, все мое твое. Пусть Бог благословит сегодня, каждый из вас, братья и сестры, меня благословит, чтобы мы понимали, совершенно понимали действия благодати Божьей. И опять повторюсь, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Хочешь обрести благодать Божью? Смирись. Хочешь увидеть многоразличную благодать Божью? Покорись Слово Божьему. Хочешь узнать, плотский ты или духовный? Если ты в братьях, сестре видишь врага, плотский. Если ты считаешь, что там тебе что-то сделали из братьев, и ты их винишь, плотский. Христос когда-то посмотрел на Петра, да, он там ему говорил, будь милой, отойди от меня. Сатана, не Петр, правда? Отойди от меня, Сатана. То есть, когда что-то и происходит в нашей жизни, потому что кто-то из братьев, сестер, не пободрствовал и причинил мне боль. Знай, за этим стоит что-то другое. За этим есть духовный мир. И если я смирен, говорю, Господь, я хочу на тебя понадеяться. Это не говорит о том, что мы можем позволять себе друг другу тут щипать, колоть. Еще что-то, говорит, нет, братья, еще что-то. Но если я хочу подняться выше, имея внутри себя благодать Божию несчетно принятую, то я могу подняться выше. Воздав благодарность Господу, приняв в молитве и брата, и сестру, через которых пришло ко мне это искушение, или меня пытались вывести на обиду. И если я духовный, Писание говорит, а духовный может судить о всем, а о нем никто. Правда? Когда он поднимается выше и говорит, я выше этих проблем, да, я понимаю, мне неприятно, мне больно, но мной принята благодать Божья, она не тщетна, поэтому, говорит, мы нищину всех обогащаем, мы неизвестно, нас узнают. Пусть Бог поможет нам, братья и сестры, позволить благодати Божией иметь совершенное действие в жизни каждого из нас. Аминь. Аминь.